Рузаевские полицейские окончили расследование уголовного дела в отношении 32-летнего местного жителя. Обвиняемый организовал в квартире целую нарколабораторию. Полицейские провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия, результатом которых стало задержание подозреваемого и обыск в его квартире. Мини-лаборатория, в которой мужчина выращивал коноплю, располагалась в шкафу. Она была оснащена всем необходимым – от освещения до вентиляции. Помимо этого, в квартире подозреваемого хранились горшки, грунт, удобрения и целая банка уже готового наркотика, масса которого составила более 6,5 граммов. Рузаевец пояснил, что коноплю выращивал для собственного потребления. Теперь за противоправные действия молодой человек ответит в суде. В Лямбере задержан директор школы, в которой прямо во время урока обвалился потолок. По данному факту, следственными органами Следственного комитета России по Республике Мордовия возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Напомню, 10 декабря в средствах массовой информации появились данные об обрушении потолка в спортзале общеобразовательной школы номер 1. В связи с этим занятия в заведении были отменены. В настоящее время следователи Следственного комитета устанавливают причину случившегося, назначается проведение строительно-технической экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается. В Саранске полицейские устанавливают личности местонахождения неизвестного молодого человека, который похитил из магазина часы за 22 тысячи рублей. В торговую точку пришел молодой человек, который попросил показать мужские наручные часы. Когда продавец наклонилась за данным товаром, лежащим на последней полке витрины, злоумышленник незаметно схватил другие часы и скрылся. Пропажу девушка обнаружила через несколько дней и обратилась за помощью в полицию. Прокуратура региона подвела итоги работы за 11 месяцев текущего года. По данным ведомства, в сравнении с прошлым годом, на 1,5% увеличилось число поставленных на учет преступлений. На 31,6% выросло количество особо тяжких деяний и на 46,5% тяжких. А вот преступления средней и небольшой тяжести уменьшились на 12,5% и 6,6%. Больше всего противоправных действий совершено в Ленинском районе Саранска. Здесь их зарегистрировано более полутора тысяч. На несколько сотен меньше преступлений поставлено на учет в Октябрьском районе и меньше всего в Пролетарском – 973. Самыми частыми правонарушениями остаются кражи за 11 месяцев 2020 года. Их совершено 1912. Много преступлений совершено в форме мошенничества. Их зарегистрировано 1189 преступлений. В результате совершения преступлений погибло 117 человек. В том числе в результате уголовно наказуемых дорожно-транспортных происшествий – 47. Тяжкий вред здоровью причинен 151 лицу. В том числе 75 при дорожно-транспортных происшествиях. Старший помощник прокурора республики Ирина Анисимова. В Мордовии набирает обороты новый вид мошенничества, в котором злоумышленники просят оказать помощь правоохранительным органам. На уловку неизвестных уже попались 5 человек. Одно из таких преступлений было совершено совсем недавно. 46-летняя женщина обратилась в полицию и рассказала, что ей поступил звонок с неизвестного номера. Звонивший представился сотрудником банка и сообщил, что с ее счета кто-то пытается похитить денежные средства. Для предотвращения операции ему были необходимы личные данные потерпевшей. Он также заверил ее о том, что с ней после этого свяжется сотрудник полиции и назвал информацию о нем, которая находится в свободном доступе в сети интернет. Через некоторое время потерпевший позвонил тот самый сотрудник, который представился и попросил женщину оказать содействие в поимке мошенников. Доверчивая горожанка согласилась. При этом лжеполицейский запретил женщине рассказывать о происходящем родственникам, поскольку, по его словам, за разглашение такой информации предусмотрена уголовная ответственность. Якобы для того, чтобы привлечь мошенников, горожанка по указанию звонившего положила на свой банковский счет 639 тысяч рублей и назвала ему данные своей банковской карты. Благодаря полученной информации злоумышленник зашел в мобильное приложение ее банка и перевел все деньги на свои счета. Пропажу денег женщина обнаружила только спустя несколько дней, после чего обратилась в полицию. Таким же образом, средств лишилась 49-летняя женщина. Она потеряла 480 тысяч рублей. Сейчас полицейские устанавливают лиц, причастных к совершению преступлений. 14 декабря в Мордовии произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек. Трагедия зарегистрирована в Ромодановском районе на 29-м километре автодороги Саранск-Ромоданово-Большое-Игнатово. По предварительным данным, в 7 часов 20 минут утра 28-летний водитель Нивы не пропустил на повороте Митсубиши Паджеро Спорт под управлением 59-летнего мужчины. Он был осмотрен врачами скорой помощи на месте происшествия, а водитель отечественного авто был госпитализирован. Однако спасти молодого человека не удалось, он скончался в больнице. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин